Привычная картина в любом из скверов Перми. Молодежная компания и непременно с пивом. Юных любителей Хмельнова не смущает, что рядом играют дети. По данным общественной палаты Прикамья, только за последние несколько лет количество молодежи и подростков, употребляющих алкоголь, выросло в несколько раз. Из 10 подростков регулярно выпивают 8. В корне изменить ситуацию решили городские власти. За последние 5 лет, например, только употребление пива молодыми людьми и девушками увеличилось в 3 раза. Еще нас угнетает ситуация, связанная с употреблением пива именно в общественных местах. И сейчас я подготовил законодательную инициативу о ограничении продажи и распития пива в общественных местах. В местах массового отдыха не должно быть алкоголя, считает Игорь Сапко. Инициативу мэра ограничить потребление хмельных напитков, особенно пива, на улицах, в парках и скверах поддерживают многие горожане. Это некрасиво, люди на это все смотрят. Дети бегают. Нормы приличия какие-то, должны быть саблюдации. В общественных местах я против. Это очень неприятно. Я считаю, что там, где дети, там не должно быть алкоголя. Особенно, когда девушки курят и пьют пиво. Я считаю, что это не нужно делать. Стали делать скверы и парки такие красивые. Правда, мамочка? Очень приятно отдыхать. И не хотелось бы видеть здесь такую пьяную молодежь. А пиво – это же алкогольный напиток. Неприятно заходить даже в это. Мы все там ходим. Свадьбы тоже все там. Здесь идешь – неприятно, конечно. Сейчас нет законных оснований для запрета продажи и употребления алкоголя в местах массового отдыха горожан. Власти Перми всерьез намерены решить эту проблему. Одним из первых шагов, по словам Игоря Сапко, будет зона трезвости на набережной Камы. Сейчас готовится масштабный проект ее реконструкции, в котором не будет места для пивных палаток и ларьков. Кроме того, глава Перми выступил с инициативой значительно увеличить штрафы за распитие алкоголя в парках и скверах. Я думаю, что нужно вообще менять менталитет населения. К сожалению, вот у нас старая застоявшаяся традиция сидит в голове, которая позволяет купить бутылку пива, открыть ее, идти по улице публично распивать. Я думаю, что если мы придем к цивилизованному употреблению алкоголя, наверное, это будет правильное и извешенное решение. Дарья Сивухина, Александр Хробостов, Телевизионная служба новостей.